Коронавирус продолжает носить жизни на Колыме. За истекшие сутки еще один человек скончался от COVID-19. Зарегистрировано 40 новых случаев. Ситуацию с распространением новой опасной инфекции прокомментировала главный внештатный инфекционист Магаданской области Елена Кузьменко. По ее словам, на сегодняшний день неблагополучная эпидситуация складывается в Магадане, Хасынском, Тенькинском, Ольском и Амсубчанском городских округах. Амбулаторное лечение получает около 500 человек и около тысячи контактных наблюдаются. В госпиталях в настоящий момент находится около 130 человек. Все эти люди, около 80% это пациенты средней степени тяжелые, поступившие с пневмониями. Остальная когорта пациентов, находящихся на лечении, это пациенты старшего поколения, это пациенты, имеющие интеркурентные заболевания хронические, которые, собственно говоря, и могут утяжелить даже легкое течение заболевания ковида. По словам Елены Кузьменко, за текущую неделю в регионе зафиксировано три летальных случая от ковид-19. Это люди пожилого возраста, имеющие ряд хронических заболеваний. Между тем, средний возраст заболевших на Колыме от 35 до 45 лет. Всем пациентам, независимо от тяжести перенесенного заболевания, рекомендуется прием дезагрегантов довольно длительно, не менее одного-полутора месяцев после перенесенного заболевания, что повлечет за собой снижение рисков развития коронарной патологии, тромбозов нижних конечностей и так называемых опосредованных смертей от ковид-инфекции. Между тем, сейчас в регионе продолжается прививочная кампания. Вакцину от гриппа уже получили более 30 тысяч человек. Специалисты опасаются, что отказ от иммунизации может усложнить эпид-обстановку в период сезонной заболеваемости УРВИ и настоятельно рекомендуют не игнорировать возможность поставить прививку СОВИ-грипп. Пока нет подъема заболеваемости сезонными инфекциями, конечно, нужно получить эту дозу вакцины в обязательном порядке. Вы знаете, очень сложно болеть одной инфекцией, что гриппом болеть тяжело, что коронавирусной инфекцией болеть тяжело. Как же вынести два вируса сразу? Это очень сложно. Поэтому то, от чего можно защититься, это нужно, безусловно, использовать. В следующий понедельник в Магадан поступит первый транш вакцины от новой коронавирусной инфекции. После успешного опробирования к декабрю этого года планируется наладить массовые поставки и иммунизировать медицинских работников первого касания.